привет это очередное видео по программе 3d code и в этом видео мы поговорим о возможности сохранять ваши изменения в скульптинге в слои которые находятся в комнате рисования и так давайте откроем скульптинг вот примерно год назад добавили такую возможность что можно в комнате слои которые находятся в комнате рисования вот эти да в них можно еще записывать информацию о высоте когда вы скульптите например в комнате скульптинга в поверхностном режиме давайте вот этот добавим новый слой этот скроем и переведем в поверхностный режим вот и добавим всплывающие окна вот эти слои которые находятся в комнате рисования теперь в них можно записывать информацию о скульптинге поверхностном режиме с буква да менять вот так да собственно вот и давай давайте сейчас в этот слой добавим какую-то модель например там не знаю что тут и стандартно вот голову например выбираем жмем применить нет и глину выбираем смотрим на w какая у нас сетка вот такая ну нам не важно сейчас можно давайте разрешение не знаю увеличим один раз вот и вот теперь в это в этот слой да вот мы находимся здесь на вот этом объекте собственно у нас а здесь вот этот слой 1 и давайте какие-то включим например симметрию и сделаем какие-то изменения до скульптинге то есть допустим вот такие вот и видите что у нас они в этот слой сохранились то есть высота записываться вот сюда да вот этот параметр высота то есть раньше можно было записывать и цвет и шероховатость дара раф нас и металличность да вот тоже самое можно было записывать теперь еще появилась возможность записывать изменения скульпте то есть тоже в канал высоты то есть канал хей-хей-тодатных и регулировать увидите да можно уменьшать добавлять таким образом у нас записываться какой-то до displacement собственно вот сюда давайте добавим новый слой и в этом слое мы другие изменения сделаем например убавляем здесь да видите боевые также они сюда сохранились вот таким образом можно регулировать вот эти изменения с помощью вот этого бегунка до силу влияния конкретного слоя и также сохранять в эти слои какие-то изменения скульптинга если вы скульптите например в поверхностном режиме все время то вам удобно будет сохранять backup и таким образом на то есть поскульптили что-то да где-то что-то в этом слое например или в другом слое это как фотошопе знаете то есть вы слои создаете для скульптинга только здесь вы например вот конкретный например у вас есть меш до объект вы его используете а слои у вас вот здесь то есть здесь поскульптили новый слой создали здесь еще поскульптили и вот таким образом у вас эти в каждом слое можно свои букв своя информация о высоте будет записано то есть это по сути это тоже черно-белая маска которая до записываться в вершины таким образом вот но для чего еще как бы это может пригодиться что если например нам охота давайте вот это удалим что если нам охота например скульптить не в поверхностном режиме да а в воксель нам то есть мы например вот создали копию в оксельном режиме да но у нас есть собственно такой же объект только вот с такой сеткой да вот и мы на него будем просто копировать те изменения которые мы сделали в оксельном режиме то есть в оксельном все этот мы скрыли в оксельном у нас вот такая сетка и например мы в оксельном что-то поскульптили вот например да вот таким образом раз 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 вот а вот в этот мы будем например собственно вот мы сюда хотим скопировать эту информацию в этот слой то есть мы вам просто с воксельного слоя где мы бомб скульптить копировать вот в этот по слоям по слоям бомб копировать из вокселей на поверхностный режим точно дубликат сделали примерно похоже да то есть так вот у нас видите ничего нету да здесь вот есть специальный инструмент это проецирование да то есть и мы находясь на слое да то есть на объекте с в поверхностном режиме surface мы давайте выберем этот инструмент перепроецировать вот видите сразу в оксельный слой все что ниже они все перешли собственно те кто открытая да это хорошо то есть вот это просто скрыт они перешли в призрачный режим потому что здесь стоит галочка призрачный режим и мы видим вот изменение в оксельном слоя и давайте просто мышкой проведемся вот здесь да и перенесем вот таким образом вот мы перенесли вот эти изменения опять же сканирование вот это да здесь настраиваться то есть больше и меньше то есть показать сетку как если можно и по насколько она внешняя оболочка сканируется да например вот и здесь регулируем там больше меньше внутренняя внешняя ну показать как есть вот собственно мы перенесли в этот слой так давайте обратно глину и теперь вот оксельный скрыть скрыли да видим вот собственно в этом слое у нас вот сохранилась вот такая кракозябра собственно ну что-то не очень да такая сохранилась какая-то ерунда но тем не менее как бы видите таким образом тут можно тут еще зависит от версии программы да где-то это бога бога опасная вещь то есть достаточно багов много но в некоторых типа версиях работают более устойчиво вот собственно ну чё еще можно да например выбрали какой-нибудь там инструмент давайте что-нибудь выберем какой-нибудь новый слой создадим инструменты например выдавить и какую-нибудь там перо какой-нибудь например да вот видите такие вещи можно какие-то делать здесь это дело регулировать больше меньше там например да таким образом можете выбрать например какую-то не знаю давайте выберем какую-то там кисть да так же и наслаивать все это дело там то есть если вы скульптите в режиме в режиме поверхности до ответе немного тормозит это все дело ну допустим вот такую кисть да повернули и вот например можно еще правой кнопкой мыши выдавлю сделать больше да и вот таким образом что-то еще добавлять таким образом а потом уже здесь вы это регулируйте высоту насколько сильно вам надо опять же видите при увеличении сетки например да вот это все дело сохраняется информация передается как бы перезапекаться до на следующую сетку и таким образом можно получить более какой-то интересный результат то есть вот вот таким образом работа да то есть изменение какой-то высоты до высоты хейта да вот этого записываться собственно вершины на информацию то есть и записываться от в эти слои которые находятся комнаты рисования то есть это был вопрос там у подписчика группы да такой как вот именно этими слоями пользоваться но там принципе уже человек подразобрался как бы но тем не менее я для всех как бы записываю видео и показываю принципе как это работает вот спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии что думаете и увидимся в следующем видео всем пока пока